Пушкина 181. На часах 23.20. Жильцы в панике. Пожар. Горит квартира на первом этаже. У некоторых газовые баллоны. Люди переживают. Хоть бы не рвануло. Я приехал домой, лёг спать в это время. Услышал, что был треск. Я открываю во втором спальне своего дома окно. Тут мне звонок. И сосед с четвертой квартирой. Говорит, горит первый этаж. Вторая квартира. Наталья Кравцова эту ночь запомнит надолго. Женщина спокойно занималась своими делами. Однако, её смутило поведение собаки. Та выбежала на веранду и стала тревожно лаять. Плюс к этому моменту уже чувствовался едкий запах гари. Слышу крик выходить. И когда на маленький кордорчик, а вот этот вот, как вы заходили, да, только приоткрыли, а там вот такая дымовая загресса вся. Мы вообще в таком шоке. Тут как-то, понимаете, тут выскочила вся улица. Это самое мы… Не то, что это самое. У нас, ну, поверьте, вот нас трясло это самое просто. Скорая приехала одна, вторая. Погорельцу вместе с женой повезло. Они выбрались на улицу самостоятельно. Но в огненной квартире, как сообщили спасателям соседи, остался мужчина – дядя хозяина. Сотрудники МЧС бросились в самое пекло. Это то самое окно, из которого спасатели эвакуировали пострадавшего на свежий воздух. Мужчину передали медикам. Под снегом до сих пор лежат куски обгоревшей мебели из квартиры. Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии. Ожоги 30% тела. Предположительная причина ЧП – непотушенная сигарета. Как уверяют соседи, жильцы квартиры злоупотребляют спиртными напитками. МЧС напоминает, что курение в постели – это самая распространённая причина гибели людей на пожарах. Мы призываем беречь себя, беречь своё имущество, жильё и в случае чего незамедлительно звонить в МЧС по телефону 101 и 112. Этот пожар в Бобруйске – третий с начала года. За первые дни 2022-го в стране зафиксировано 148 возгораний. Уже погибли 29 белорусов. Помните, соблюдение простых правил безопасности может спасти самое дорогое – человеческую жизнь.